Дорогие друзья, здравствуйте! Вы у меня спрашиваете постоянно в комментариях, как развить паранояльные черты или эпилептоидные черты, да, качество в себе. Кому что больше нравится, хоть шизодные на самом деле? Все очень просто. Я не буду здесь рассказывать какие-то отдельные методики, потому что отдельные методики, какие-то ускоренные, они являются все же психотерапевтическими, да, для смещения спектра, используются каких-то акцентуаций, да, и вообще это такая, ну, достаточно психотерапия все-таки сложная. Может быть, что-то я расскажу позже, а сейчас вот я вам что объясню. На самом деле вещь, которую вы можете делать дома, самостоятельно, очень простая. Если вы решили стать паранояльным, эпилептоидом, вы просто от лица эпилептоида каждый день свой расписываете. Представьте, что вы играете в игру, где, или там, пишете книгу, где вот действующим лицом является эпилептоид. Раз вы хотите развить его качество, значит, они вам не достают. Раз вы используете термин эпилептоид, значит, вы понимаете, как он будет действовать. Вы можете дополнительно посмотреть мое видео, то есть жесткий график и так далее. И вы расписываете, как он будет действовать. Для того, чтобы вы постоянно в уме держали, как вам нужно поступать в ежедневных, рутинных ситуациях. И вы путем тренировок начинаете так же поступать, в общем-то, как эпилептоид. Все очень просто. Ну, можно начать с графика. Посмотрев мое видео «График эпилептоида», можно начать с графика эпилептоида. Дорогие друзья, соответственно, обращаю внимание вас на то, что никто не научился, понимаете, никто не родился с навыком вождения машины. Никто не родился с навыком, как бы, как вам сказать, там, какой-то готовки. Да, вот женщина, напишите мне, неужели вы родились и вы с рождения вот так вот знали, что там гречку нужно варить. Да, если бы вам никто не показал, да, вот есть племена, где нет гречки в Африке где-нибудь, просто ее нет, вообще ни в каком виде нет гречки. Так они, может, ее и не знают, если мы им принесем гречку, что ее нужно варить. Понимаете, здесь то же самое. Просто тренируйтесь, составляйте график, живите как эпилептоид, постепенно к этому привыкайте. Кто-нибудь качал себе ягодицы, они же сразу не надулись, поэтому процесс длительный, переучивайтесь. Точно так же вы сначала пишите дневник паранояльного, пишите взгляд паранояльного. Ну, то есть, понимаете, если паранояльный, могу вам вот точно сказать, паранояльный не может уснуть, если он не сделал какого-то дела. И для паранояльного проще, допустим, потратить 3-4 часа доделать какие-то свои дела и хотя бы 2 часа в сутки доспать, чем нежели, понимаете, потом пытаться заснуть и в итоге не заснуть всю ночь, потому что ты все равно будешь думать о незавершенном деле. Поэтому здесь очень важно понимать, что вы как актер живаться должны в эту роль. И вы должны сначала начать писать дневник ответов на задачи, на поведение на работе. Конечно, есть какой-то конкурент, если у пилиптоида или у паранояльного они начнут как минимум прорабатывать планы. Садитесь сначала специально, вы выделяете время для прорабатывания планов устранения конкурентов, привыкаете жестко относиться к окружающему миру, перестаем жалеть, перестаем нянчиться с этими людьми. Есть проблема, мы ее устраняем. Вот девушки, женщины, меня больше смотрят женщины, вы вытираете пятно на кафеле, вы же не жалеете пятно, вы же хотите хлоркой его ототрете, хотите, понимаете, кислоты нальете. Ну то же самое с конкурентами или там еще с какими-то нежелательными личностями. Все нежелательные личности, если они, понимаете, влияют не просто на вашу самооценку, они влияют на положение дел, на вашу зарплату, ну вообще на что-то материальное, они так или иначе подлежат устранению, ну как минимум из коллектива. Конечно же из коллектива, не в смысле там физически кислоту на них лить, но из коллектива их устранять нужно, их нужно отдалять от себя или вообще, или коллектив менять, или их менять. Ну короче говоря, вот паранояльные эпилептоиды, они такие. Вот, то есть они что-то делают с этой ситуацией и с партнерами что-то делают, вот, и даже партнерам-то и нарциссам иногда не позавидуешь. Поэтому, конечно, в какой-то части, даже если вы чуть-чуть будете не выкручены эти черты все развивать, будут какие-то с этого плюсы, особенно если вы эмотивный человек, да, вот. Поэтому как-то так, в общем, все достигается методом тренировок, все просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я желаю вам здоровья и жду на своих онлайн консультациях.